В качестве введения, друзья, предлагаю обратиться к двум темам и вспомнить, как обычно, о том, что все отдельные частные вопросы рассматриваются в рамках общей картины, отраженной в схеме 1. Божий замысел состоял в том, чтобы Его народ был в назначенном им месте, под Его властью, жил по Его законам, в Его святом присутствии и любви. На прошлой неделе мы изучали одну из важнейших тем Священного Писания, которая охватывает значительную часть вышеперечисленного, а именно, тему Царства. И отмечали, напомню, в качестве повторения, что это, в первую очередь, правление Божие, осуществление этого правления в динамике, и только во вторую очередь, та сфера, та область, в которой это происходит. Мы проследили данную тему на историческом отрезке «От сотворения до исполнения». В Эдемском саду это царство функционировало в, так сказать, идеальной форме. Там все было гармонично. Потом этот порядок встретил сопротивление, в результате чего произошло грехопадение со всеми его печальными последствиями. Однако Бог предусмотрел искупление. Он намеревается восстановить свое правление, свой порядок и некогда утраченное отношение со своим народом. Осуществиться все это должно через Христа, и в конечном итоге завершится сотворением нового неба и новой земли. Во Христе будет одержана победа над смертью и злом, как мы читали в нашем отрывке из 1 Коринфянам 15. Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. На этой неделе мы исследуем две темы. Две, поскольку они не так обширны, как тема Царства, а значит, мы можем рассмотреть два вопроса. Предварительно скажу, что они разбиты на три раздела. В первом из них мы поговорим об изгнании, опять-таки на временном отрезке от Бытия 3 до Откровения 22. Во втором исследуем тему покоя, Бытия 1-Откровения 22. А текст для анализа будет взят из Исхода, то есть из Послания к евреям, главы 3 и 4, где тема покоя основательно обсуждается автором данного послания в контексте Нового Завета. Ну что же, приступим к части 1, тема «Изгнание». И начнем с «Изгнание людей из Эдемского сада», описанном в 3 главе книги Бытия. Айен Дугит, по-моему, так произносится эта фамилия, говорит следующее по теме «Изгнание». Это цитата из его статьи, посвященная теме «Изгнание» в новом словаре библейского богословия. Новый словарь библейского богословия, он говорит, «В богословском смысле быть в изгнании значит испытывать боль и страдания от осознания того, что у тебя есть дом, в который в настоящее время по каким-то причинам ты вернуться не можешь». Быть в изгнании значит испытывать боль и страдания от осознания того, что у тебя есть дом, в который в настоящее время по каким-либо причинам невозможно вернуться. Автор утверждает, что понятие «изгнание» присутствует в Бытие 3, хотя терминологически оно не обозначено Ту же самую мысль мы уже отмечали применительно к понятию «царство» То или иное понятие, например, «царство», может быть отражено в Священном Писании без соответствующего наименования на древнееврейском или греческом языках с его дальнейшим переводом на другие языки Таким образом, Дегид правомерно утверждает «Изгнание Адама и Евы из Эдемского сада представляет собой архетип всех последующих изгнаний» «Изгнание Адама и Евы из Эдемского сада представляет собой архетип всех последующих изгнаний» И он цитирует Бытие 3, 24 На мой взгляд, такое мнение вполне обосновано Если мы обратимся ко второй главе книги Бытие, то увидим там образ совместного пребывания Бога и человека Бог приходит в сад и разговаривает как собеседник с Адамом В Бытие мы читаем, что Адам пребывал в присутствии Божиим Так в Бытие 2, 15 написано «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» Бог дает человеку предписание, вступая с ним во взаимоотношения, в общение Однако после грехопадения, Бытие 3, Бог в результате произошедшего, если вы помните, задает вопрос, записанный в 8 и 9 стихах 3 главы «И услышали, то есть Адам и Ева, голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему «Где ты?» Отсюда явствует, что одно из следствий грехопадения — желание скрыться от Божьего присутствия Скрыться от Божьего присутствия И к чему в конечном итоге все это приводит? К разрыву отношений, к противлению Слову Божьему, если говорить в терминах царства Грехопадение ведет к изгнанию из Эдемского сада, к утрате Божьего присутствия В 24 стихе 3 главы мы читаем «И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима И пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни» Отныне Адам и Ева лишены Божьего присутствия Отношения с Богом разорваны Связь утрачена А херувим и пламенный меч служат символами этого изгнания Учитывая это, я поддерживаю мнение Дегида о том, что само понятие изгнания в Бытие 3 присутствует И что оно служит архетипом всех последующих изгнаний А таковые, как мы с вами увидим, далее будут Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте По распространению Евангелия и расширению библейского образования От нас зависит, будет ли христианское образование доступным Поддержите наш проект молитвой и финансами О чем молиться и как пожертвовать Вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...